Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, мы бы рекомендовали подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзора на машины в формате тест-драйвов и в формате обзоров технических, где мы разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Китайские автомобили в настоящее время довольно прочно обосновались на авторичном рынке. Как правило, подобные машины привлекают покупателя относительно низкой ценой на авторичке, если говорить про варианты, выпущенные в районе 2010-2015-2016 годов. Да и автомобили в салонах официальных дилеров, если говорить про новые авто, тоже в основной массе на данный момент уже китайские. Среди них есть как наиболее раскрученные и известные бренды, которые можно выговорить совершенно без напряга, такие как, например, LeFan или Geely. Но есть и более экзотические и редкие у нас автомобили. Однако сегодня речь пойдет о не совсем типичном китайском автомобиле. Глядя на эту машину со стороны, большинство людей, скорее всего, даже бы и не предположили страну происхождения этой модели. До недавнего времени подобные автомобили из Китая не экспортировались, однако жизнь вносит свои коррективы. И сегодня у нас в руках Volkswagen Bora для китайского рынка. Изначально модель Bora представляла собой седан и универсал на базе Гольфа первого поколения. И на первом поколении для европейского потребителя все и закончилось. Автомобиль сняли с производства в 2005 году. Однако в Китае на заводах Volkswagen машина продолжала выпускаться и развиваться. В настоящий момент это уже пятое поколение модели Bora. По своим внешним габаритам машина представляет собой нечто среднее между Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo. Построена эта модель на базе модульной платформы MQB A1, адаптированной под китайский рынок. Что касается гаммы агрегатов, в этом поколении выбор у китайского потребителя довольно широкий. Здесь помимо чисто электрической версии, выдающей 136 лошадиных сил, где присутствует только электромотор и редуктор, были также и варианты двигателей объемом 1.2, 1.4 и 1.5 литра. Причем полуторалитровый в атмосферном варианте. Коробки передач на этих автомобилях могли быть соответственно механическими роботизированными 7-ступенчатыми типа DSG, либо классическими автоматами. У нас в руках сегодня автомобиль 2023 года выпуска. Это новая машина. Под капотом полуторалитровый атмосферник на 113 лошадиных сил и 6-ступенчатый автомат. Привод у модели сугубо передний. В плане внешних габаритов автомобиля этот не производит впечатление сверхкомпактного. Длина седана 4,66 м, ширина 1,81 м, а высота 1,47 м. Колесная база при этом составляет 2,68 м, что очень даже неплохой показатель. Седан не особо тяжелый. Снаряженная масса 1285 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, для этих автомобилей заводской окрас будет лежать в диапазоне от 100 до 130 микрон. Причем обращает на себя внимание очень небольшой заводской разброс. Около 30 микрон, даже меньше если говорить про конкретный автомобиль. Может быть это особенность конкретного автомобиля, а быть может сигнал высокой культуры производства. На большей части автомобилей лакокрасочное покрытие зачастую бывает уложено куда менее ровным слоем, если говорить про микроны. Говорить о стойкости этих кузовов к коррозии пока еще слишком преждевременно. Но если принять во внимание опыт с автомобилями ВАК-группы, которые собирались на заводах в Европе и даже на российских, то в целом качество металла и обработки под покраску у этих машин довольно высокое. И вряд ли в ближайшие лет 10 можно ожидать появления ржавых пятен на этих кузовах. По традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажника. Хоть это и седан, но такие автомобили вполне могут претендовать на роль единственной машины в семье. А следовательно свои грузовые обязанности выполнять должны. Доступ в багажник мы можем получить либо при помощи клавиши открывания на водительской двери, либо с ключа. Никаких кнопок на самой панели багажника в данном случае нет. И надо сказать, что открывающийся нашему взору запас пространства в багажнике этого автомобиля довольно большой. По каталогу значение объема багажника 506 литров. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим сколько это в линейных размерах. Сам проем здесь довольно широкий, 104 сантиметра. Так что загружать сюда некий груз по верхней части вполне себе удобно. Высота багажника от пола до крышки около 60 сантиметров. Чуть меньше под самой задней полкой, но не критично буквально на сантиметр-полтора. Ширина багажного отделения по его самой широкой задней части это порядка 125 сантиметров. Между арками задних колес меньше, чуть менее метра. Длина багажника по полу 108 сантиметров. Что касается дополнительных удобств, то здесь нет практически ничего. Хотя присутствует лампа подсветки багажника и расположена она в очень нетрадиционном для седанов месте. Не сверху, а со стороны левого заднего фонаря. Буквально в углу. Под фальшполом в данном случае мы видим набор штатного инструмента, куда входит буксировочная петля, отвертка, вороток для домкрата и баллонник. А также запасное колесо. Причем в данном конкретном случае это докатка, судя по наличию на нем ограничения максимальной скорости. Хотя выглядит оно больше как полноразмерное. В случае, когда нужно перевести некий длинный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения. И у вас получится достаточно широкий по меркам седанов проем. Сидение в ровный пол, естественно, вы не положите. В любом случае будет ступенька. Но полезная длина при этом увеличится где-то до метра шестидесяти. Так что грузовые возможности по меркам седанов у этого автомобиля неплохие. Ну а теперь про салон Volkswagen Bora. Китайский Volkswagen фактурой панели и формой чем-то напоминает привычную нам, например, Шкоду Рапид. А приборная панель навевает ассоциации с хэтчбеком Гольф. Но в плане мягкости материала здесь, конечно, сэкономлено. Машинка бюджетная и это чувствуется. Тем не менее, в том, что касается эргономики, это типичный ВАК. То есть с настройками рабочего места водителя здесь все в полном порядке. Руль, конечно, пластиковый. Никакой дополнительной отделки он не имеет. Но при этом форма его удобная. В руках он лежит нормально. Регулировка в данном случае у нас имеется только по высоте. По вылету руль тут не регулируется. Сидение, если говорить про водительское, имеет регулировку по высоте. И, что касается ее запаса, если я отодвигаюсь полностью назад, даже не опуская сидение в пол, я полностью выпрямляю левую ногу в колени. А мой рост 1,86 м. За что стоит высказать отдельное фи дизайнерам, работавшим над эргономикой в этом автомобиле, так это за регулировку наклона спинки. Подобный механизм вы можете видеть на автомобиле Hyundai AX35. Это круглая поворотная рукоятка. Не слишком это, на мой взгляд, удобно. Сам салон, если заглянуть под чехлы, в данном случае тканевый. Ткань самое, что ни на есть, обычная, практичная. И каких-то вопросов по нему быть не должно. Что касается подлокотников и вообще удобства. С левой стороны на дверной карте у водителя удобный подлокотник, который находится ровно там, где и должен быть. Справа также есть подлокотник на центральном боксе. Причем в данном случае вы можете регулировать его по высоте. То есть выставить так, как вам будет удобно. Это плюс. По клавишам управления здесь их не сказать, чтобы прямо много. С левой стороны у вас управление стеклоподъемниками. Все четыре стеклоподъемника, кстати, электрические. Центральный замок и боковые зеркала. Ручка управления светом европейского формата. Поворотная. А также подрулевые переключатели у нас ровно на месте. Тянуться не приходится. Переключаются с приятным усилием без громких пластмассовых щелчков. Мультимедийная система представлена самой обычной магнитолой, которая умеет читать флешки и карты памяти. Также здесь есть AUX, причем на передней панели. Что довольно удобно. В данном случае у нас самый обычный кондиционер. Это не автоматический климат. Все управляется при помощи поворотных рукояток, которые имеют довольно приятное усилие и не болтаются. Сделано это все, в принципе, качественно. Также здесь есть перед селектором коробки передач клавиша калибровки, система мониторинга давления в шинах и отключение старт-стопа. Данный автомобиль имеет и такую фишку на борту. Сам селектор самый, что ни на есть, обычный, привычный по любым другим моделям Volkswagen. В центральном тоннеле у нас карман, разделенный визуально небольшими перегородочками на две половины. Своего рода подстаканники. Рукоятка стояночного тормоза, кстати, также не имеет никакой отделки. Это полностью пластик, но пользоваться ей довольно удобно. Центральный бокс сам по себе небольшой, но какую-то мелочевку сложить сюда можно. Как я уже сказал, здесь есть возможность регулировать подлокотник по высоте. Основной бардачок по объему, в принципе, стандартный. Сюда можно разместить довольно большое количество бумаг. Есть отдельный держатель для карточек и для писчих принадлежностей. Ручки или карандашика. В целом резюме по органам управления. Все достаточно просто и находится под рукой. Что касается обзорности. В данном случае у нас видимый капот. Это не характерно для современных автомобилей. Видны края и, собственно, поверхность. Лобовое стекло достаточно узкое, отодвинуто далеко. Но вопросов по обзорности вперед в целом нет. Боковые зеркала имеют зауженную к краю форму. И по площади, конечно, могли бы быть побольше. Видно, в них не так много, как хотелось бы. Но это не проблема конкретного автомобиля. Это в целом дизайнерская фишка многих моделей VAGA. Линия бокового остекления не особо высокая. И в целом в автомобиле много света. Ощущения зажатости здесь нет. Довольно непривычно видеть в автомобилях на нашем обзоре такого рода упаковку салона. В виде, например, целлофана на подголовниках и ткани, собственно, на сидениях. Однако, что стоит отметить, на заднем ряду Volkswagen Bora удобно. Попадая сюда, садишься на мягкий диван. Да, здесь довольно вертикальная спинка. Но дискомфорта в данном случае это не вызывает. Место для ступней под сидением есть. Я сижу сам за собой и мои колени еще не касаются спинки переднего сидения. Естественно, сама подушка у задних пассажиров повыше, чем спереди. Центральная часть плоская, так что средний пассажир здесь разместится, если позволит. Ширина из удобств к услугам задних пассажиров своеобразной конструкции подстаканник. Здесь есть плафоны освещения. Оба плафона включаются одной и той же клавишей, клавишей электрических стеклоподъемников и небольшие кармашки внизу дверей, отформованные под бутылочку. Центрального подлокотника в нашем случае нет, но есть подлокотники под левую руку. В принципе, на этом все. Но что касается обзорности для задних пассажиров, это очень даже неплохая машина для того, чтобы отправляться на ней на экскурсию. Видно, отсюда все, линия остекления низкая и ощущения зажатости нет. Кстати, запас пространства над головой довольно неплох. Что касается двигателей, под капотом нашего экземпляра располагается двигатель объемом полтора литра. Это довольно-таки редкий агрегат. На европейских вагах в нашей стране, во всяком случае на вторичке, он встречается крайне редко, поскольку мотор этот новый. Он относится к обновленному семейству двигателей линейки EA211 EVO. Индекс его непосвященному человеку вряд ли что-то скажет, но этот двигатель, по сути, идейный продолжатель моторов серии CWVA, которые можно наблюдать под капотом Volkswagen Polo после рестайлинга. Отличительной чертой этой рядной четверки является развернутая на 180 градусов головка блока цилиндров. То есть выпускной коллектор у нас здесь сзади, а впускной, соответственно, спереди. Выпускной коллектор в нашем случае интегрирован в саму головку блока цилиндров. Это обеспечивает мотору довольно быстрый прогрев. Здесь два верхних распредвала, присутствуют фазовращатели, но при этом самый обычный распределенный впрыск топлива. Паспортный бензин для этого мотора 92-й. Объем полтора литра, мощность 113 лошадиных сил, крутящий момент 145 ньютон на метров. Естественно, как на любом современном вагомоторе, у этого двигателя вместо термостата и помпы по отдельности используется узел в сборе с двумя термостатами и, соответственно, насосом системы охлаждения. Все, что мы говорили ранее в наших обзорах про двигатели серии CWVA, скорее всего, применимо и к данной силовой установке. Но на текущий момент времени на новом автомобиле, естественно, никаких вопросов по мотору нет. Двигатель экономичный, а главное, к бензину. Нетребовательный гидрокомпенсатор в наличии, привод ГРМ ременной. Остальные моторы под капотом этих автомобилей. Полторашка турбо, относящаяся также к новой линейке, довольно сложной по конструкции агрегат, сочетающийся с роботизированной коробкой, либо малообъемной 1.2 на 115 лошадиных сил, равно как и электроверсии, официально в России не продаются. Поэтому говорить об этих моторах мы, пожалуй, не будем. Сэкономим эфирное время. Ну а перед тем, как глянуть на Volkswagen Bora снизу на подъемнике, давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом. Самая низкая точка в данном случае находится у нас практически в оси передних колес. Это край защиты моторного отсека, 15 сантиметров от поверхности земли. До брызговика переднего бампера в данном случае 16 сантиметров, а до заднего края переднего бампера целых 20 сантиметров. Так что парковаться передним ходом можно даже к высокому поребрику. До отбортовки порога, куда упирается домкрат, у нас 19 сантиметров, а в задней части автомобиля целых 23 сантиметра. Ну а задний бампер у нас отстоит от поверхности земли на целых 27 сантиметров. Ниже этой отметки свисает банка глушителя. Но, тем не менее, для седана, чья стихия обитания преимущественно город-трасса, это крайне приличные показатели дорожного просвета. У китайской Bora не только большой дорожный просвет, но еще и довольно мягкая и при этом простая по конструкции ходовая часть. Спереди используется обычный Макферсон, здесь присутствует все, что надо, включая стабилизатор поперечной устойчивости. Причем, в данном случае у него пластиковые стойки, они очень короткие и довольно-таки массивные. Сам стабилизатор также имеет толстый прут и на нижних рычагах шаровые опоры у нас на болтовых соединениях. То есть поменять этот компонент можно и отдельно, не меняя весь рычаг в сборе. Рулевая рейка, естественно, в данном случае электрическая. Каких-то нареканий по автомобилю, конечно, нет и быть не может. Здесь все в эталонной сохранности. Что касается антикоррозийной обработки под нищу, китайский Volkswagen обработан довольно плотно. Может быть где-то и не особо аккуратно, но слой антикора здесь крайне приличный. Заканчивается он на лонжеронах, как раз в районе рулевой рейки, где уже начинается моторный отсек, где, соответственно, обычно сухо. Также мы видим термоэкран, который закрывает все пространство тоннеля от самого начала практически до конца, до бензобака, до задней подвески. Бензобак, расположенный перед балкой задней подвески, имеет объем 50 литров и выполнен он из пластика. Так же, как и его заливная горловина. Она тоже пластмассовая. Задняя подвеска, это самая обычная простая балка, два сайлинблока, втулки на амортизаторах. Амортизаторы установлены отдельно от пружины. Такая схема облегчает замену данных компонентов. Это можно сделать по отдельности. Тормоза у этого автомобиля в круг дисковые. Упомянутый термоэкран, в данном случае проходящий через весь кузов по низу, заканчивается только на срезе банки глушителя. А антикором здесь, кстати, обработана в том числе и та часть усилителя бампера, которая обычно покрывается налетом у автомобилей, эксплуатируемых в нашем регионе. Особенно там, где в ходу реагенты. Наш обзор на этом подошел к концу. Надеемся, у вас появилось общее представление о том, что представляет собой китайский вариант европейского автомобиля. Если вас заинтересовал этот новый автомобиль 2023 года выпуска с мотором 1,5 литра автоматической коробкой передач, все интересующие вас детали по машине можно уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!